Продолжение следует... 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 И мы построим новое царство вечной тьмы. А теперь, когда один из моих свитков вернулся ко мне, мы должны найти жреца Мотылька, чтобы он прочел его. Я распространял ложные слухи о том, что обнаружен древний свиток, чтобы заманить сюда жреца Мотылька. Да, настало время посмотреть, дали ли усилия какие-нибудь плоды. Идите и узнайте, не ходят ли слухи о каком-нибудь жреце Мотылька в наших краях. Ищите в городах. Поговорите с трактирщиками и возщиками. Со всеми, кто имеет дело с путешественниками. А теперь ступайте и сделайте это. Это приказ! Будет сделано очень интересно. Есть идеи, где искать этого жреца Мотылька? А то Скайрим не маленькая страна. Но пока я не... Ты понимаешь. Первое, что мне приходит в голову, когда речь заходит про магию и историю, это коллегия в Винтерхолде. Волшебники кучу таких вещей знают, про которые обычные люди ни сном, ни духом. Я бы... Ну... Я бы пошла с тобой, но не знаю, можно ли доверять твоим друзьям. Дай мне знать, если захочешь, чтобы я тоже пошла. Если хочешь, чтобы я пошла с тобой, мы должны быть только вдвоём. Я прямо за тобой. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Ты меня ищешь? Конечно. Пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Зайдём в дом. Или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. А то, палец completely. Ты мог быть в од bırak? Ну... Рыжить за то. С Скоро. Моя работа — жить ярко, а не развлекать беседы и подержать. Мои на покой. Все прячьтесь внутрь, сейчас же! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так что подействовало в целом плохо. Сейчас будет. Дай мне немного времени. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Тебе что-нибудь нужно? Да, но тогда он был ещё не таким... разрушенным. Это был обычный город. Интересно, что тут произошло? На то, чтобы собрать эту коле... ушли сотни лет, и она останется в идеальном состоянии. Понятно? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так. И где же ты был, Бенгальма? Целый день просидел, уткнувшись в книгу? Ха-ха-ха. О, ты меня удивляешь. Я и не подозревал, что тебе известно... Они упорны и хорошо вооружены, но очень глупы, если надеются справиться с нами. Придет время, и мы покончим с ними. Итак, твой трейл ждет. Мы дали ему древний свиток. Прикажи ему прочесть. Давай выслушаем слова пророчества вместе. Я выполнил твой приказ и прибыл сюда. Конечно. Что теперь от меня требуется? А, да, древний свиток. Признаюсь, я жду этого с нетерпением. Приступаю. А теперь прошу соблюдать тишину. Мне нужно сосредоточиться. Предо мной видение. Это образ великого лука. Я знаю это оружие. Это лук Ауреэля. А теперь голос шепчет. Среди детей ночи возвысится ужасный властитель. В эпоху смут и раздоров. Когда драконы вернутся в мир людей, Тьма смешается со светом. Ночь и день станут едины. Голос слабеет, слова путаются и искажаются. Но подожди, тут есть еще кое-что. Тайна силы этого лука записана где-то в другом месте. Я думаю, есть еще части пророчества в других свитках. Да, теперь я вижу. В одном описаны древние тайны драконов, в другом говорится о могуществе древней крови. Взор мой слабеет, и я больше ничего не вижу. Чтобы прочесть пророчество целиком, нам понадобится два других свитка. Какая удивительница? Мне ничего не сказали. А, ясно. Я-то просто подумал, что он послал за нами обоими. Какая неприятность для тебя. Это оказалось не так полезно, как я надеялся. Но в любом случае, ты молодец. Моя предательница-жена украла один из них и пропала. Что касается другого... Он, как я слышал, погребен в каких-то двемерских развалинах. Похоже, что наша работа пока не закончена. Но я ждал очень долго, и сейчас мы близки к цели, как никогда. Я могу подождать еще немного. Если чего-нибудь захочешь, только скажи. Я еще не забыла, как выковать добрый клинок. Я выше, Дряска. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Я выше, Дряска. Тебе что-нибудь нужно, Ферран? Что? Мы можем поговорить пару минут. Ты же знаешь, я живу, чтобы служить. Нет, сейчас мне ничего не нужно. Отстань. Да, конечно. Мы можем поговорить пару минут. Это жрец Мотылька Диксион. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Не хотела, чтобы кто-то еще услышал. Особенно мой отец. Знаешь, я себе тот же вопрос задаю. Я надеялась, что увидев меня, он почувствует что-то снова. Но похоже, сейчас я его вовсе не интересую. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это там, где он не будет искать, словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Погоди-ка. В этом есть смысл. Я когда-то помогала маме возиться с садом во внутреннем дворике замка. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе. Слишком спокойное. Безусловно. Но мою мать так просто не испугать. Хотя, я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. Доверься мне. Я здесь прожила достаточно долго и знаю каждый уголок. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Пойдем. Это совсем рядом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...